Вера вечна, Вера славна, Наша вера, православна. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Василия Нового и ведение ученика его Григория о мытарствах преподобной Феодоры. Содухи праведными, скончавшихся души рабов твоих спасе покой, Сохраняя их в облаженней жизни, Я же у Тебе, человек уручий. В покое ищи Твоем, Господи, И держи все святии Твои, Упокоиваются. Упокой души рабов твои, Яко един еси, Человеку люби. В царствовании благочестивых греческих императоров Льва Премудрого и брата его Александра В далекой, уединенной пустыне проводил подвижническую жизнь Преподобный Василий Новый. Недолго, однако, его подвижническая жизнь находилась в неизвестности. Господу было угодно, чтобы этот святой старец стал известен народу. Случилось так, что посланники императора, возвращаясь из страны Осийской, Встретили в пустыне этого благочестивого мужа И, приняв его за человека подозрительного, связали И привезли с собой в Царьград. В Царьграде святой Василий был приведен к Патрицию Самону, Который пожелал узнать от него, кто он, откуда явился и как его имя. На эти вопросы Самона святой Василий не дал ответа. Тогда Самон приказал подвергнуть святого праведника жестокой пытке. Его раздели и били воловьями жилами. Но и при помощи этих истязаний не удалось узнать от святого ничего. Избитого до полусмерти на руках отнесли его в темницу. На другой день жестокий Самон приказал привезти святого для нового допроса и, значит, для нового мучения. Но каково же было изумление слуг, когда они, подойдя к темнице, увидели, что она заперта, а святой Василий стоит вне ее, совершенно здоровый и невредимый. «Кто отворил тебе темницу?» – спросили они святого Василия. Но он и слугам ничего не ответил. Те рассказали Самону о происшедшем, но чудо его не образумило. Снова он допрашивал святого и, не получив от него ответа, велел бить его палками и воловьями жилами. Шесть палок было изломано при этом истязание, но праведник молча перенес мучения. Пытки продолжались шесть дней. Ответа же нечестивый Самон так и не добился. Святой Василий молчал, опасаясь, что вместе с его именем народу станут известны и иноческие подвиги, совершенные им в течение жизни. Через неделю Самон снова приказал привести к себе святого Василия. Увидев святого, Патриций гневно воскликнул, «Долго ли ты, сквернейший из людей, будешь упорствовать и не признаваться, кто ты и откуда ты?» Больно и тяжело было преподобному слышать такие слова. Он кротко ответил, «Скверным можно назвать разве того, кто, подобно тебе, втайне совершает дела садомские». Самон пришел в ярость. Он в бешенстве отдал приказание повесить преподобного мученика вниз головой в одной из часовен и собственноручно запечатал ее своей именной печатью. Святой подвижник пробыл три дня и три ночи в таком ужасном положении. Каково же было изумление Самона, когда он, войдя в часовню, увидел святого совершенно здоровым. Казалось, что он вообще не испытывал никаких мучений. Подойдя к преподобному, нечестивый Самон повторил свой вопрос, но и на этот раз не было ответа. Самон, думая, что перед ним один из волхвов, решил отдать мученика на съедение льву. Казнь была назначена на следующий день. Льва, для которого готовился в пищу человек, приказано было не кормить. Назавтра собралось множество народу, чтобы посмотреть на чудовищно-зверское зрелище. Святого мученика поставили на середине помещения, предназначенного для совершения казни, и выпустили голодного и разъяренного зверя. Величественный лев, сверкая глазами, вышел на арену, с яростью поглядел на народ за железной решеткой и уже готов был броситься на свою жертву, но в это время преподобный Василий сам направился к нему. Каково же было изумление народа, когда грозный царь зверей вместо того, чтобы броситься на святого, так смирился перед ним, что лег у его ног, как самое покорное животное. Но и это чудо не образумило кровожадного Самона, который казался лютье льва. Он велел утопить преподобного в море. Но Господь, покровитель всех с верою живущих, снова сохранил своего избранника. Едва бросили преподобного в море, как по воле Божией, два дельфина подхватили его и вынесли на берег предместья Константинополя Евдомы. Узы, которыми святой был связан по рукам и ногам, разрешились сами собой, и он, совершенно свободный, направился к золотым воротам города. У входа в город, святой Василий присел отдохнуть. Скоро к нему подошел один человек, одержимый трясучей болезнью. Тяжело было святому смотреть на этого несчастного. Он возложил на него руки и обратился к Господу с молитвой об исцелении больного. Господь услышал молитву праведника, и больной тотчас получил исцеление. Не было предела благодарности исцеленного. Он припал к ногам святого, целовал их и, обливаясь слезами, умолял посетить его дом. Имя исцеленного было Иоанн. Он принадлежал к простым гражданам Константинополя. Преподобный принял приглашение Иоанна и вместе с ним отправился в его дом. Жена Иоанна по имени Елена радушно приняла дорогого гостя и бесконечно была благодарна ему за исцеление мужа. Когда Иоанн и Елена узнали от святого Василия, кто он и как Господь спас его жизнь, то они стали настойчиво просить его остаться у них в доме. Святой с готовностью согласился. Обрадованные супруги отвели ему отдельную комнату, в которой он проводил жизнь, молясь и постясь. Тихий, кроткий, милосердный, добрый, с лаской и любовью относившийся ко всем, святой Василий был и сам очень любим всеми, знавшими его. Но недолго оставался он в неизвестности. Его благие дела и добродетели, жизнь, полное самоотвержение, наконец, исцеление больных, совершаемое Господом по молитве святого Василия, все это не могло быть скрыто, и весть о нем разнеслась быстро по всем окрестностям. К нему стекались не одни простые горожане, являлись и знатные вельможи, чтобы получить совет, наставление, а если нужно, то и исцеление. Господь дал преподобному не только дар чудотворения, но и дары прозорливости и пророчества. Святому были известны и тайные дела, и мысли каждого приходившего к нему. Многим он предсказывал будущее, и предсказания его всегда сбывались. Когда умерли Иоанн и Елена, святой Василий остался один жить в их доме. Больные, расслабленные, нищие и вообще все нуждавшиеся в его духовной и материальной помощи приходили к нему со всех окрестных мест. Своей усердной молитвой он исцелял больных и расслабленных, а нищим раздавал все то, что ему приносили благочестивые посетители. Но недолго святой Василий оставался в доме Иоанна. Однажды к нему явился один богобоязненный, благочестивый человек по имени Константин и стал просить его перейти к нему жить. Преподобный согласился. Константин устроил ему совершенно отдельную, безмолвную келью и поручил одной своей прислужнице, благочестивой вдове Феодоре, ухаживать за преподобным. Она так глубоко почитала святого, что служила ему усердно, как только могла. К святому и сюда начал стекаться народ. В духовных беседах и душеполезных наставлениях проходил целый день, а ночью в своей келье святой всецело предавался молитве. Имя святого становилось все более известным. Богатые и знатные люди приезжали к нему. Однажды его пригласили к императору Роману. Святой долго обличал его в дурных поступках. Однако благоразумный император не только не прогневался на него, но дал искреннее обещание исправить свою жизнь. В другой раз святой предсказал жене императора Константина Багрянародного Елене, что она родит дочь, а потом сына, который, достигнув совершеннолетия, станет императором. Один мирянин по имени Григорий, который написал это житие, снискал особенную любовь преподобного. Он сделался учеником святого и был очевидцем многих чудных его дел. Когда в первый раз я пришел к преподобному, пишет Григорий в своей книге «Житие преподобного Василия Нового», то он, не видевший меня никогда, назвал меня по имени и рассказал мне о всех моих добрых и худых делах, которые я совершил в течение всей своей жизни. Однажды, взяв позволение у святого, я отправился в Афракию посмотреть свое поле. Во время путешествия я остановился ночевать в гостинице, и там нашел довольно хороший пояс стоимостью в две золотые монеты. Пояс принадлежал дочери, хозяина гостиницы. Принялись искать потерю, но все было напрасно. Я же молчал о находке, рассуждая так. Лучше я продам этот дорогой пояс и деньги раздам нищим, ведь потерявшие, как видно, люди богатые. Господь наказал меня за это похищение тем, что я потерял свой пояс, стоивший столько же, да еще мешочек с четырьмя золотыми и несколькими серебряными монетами, которые я взял себе на дорогу. Огорченной потери я, наконец, заснул. Во сне мне явился святой Василий и, держа разбитый сосуд, спросил, «Видишь ли в руках моих разбитый и негодный к употреблению сосуд?» «Вижу», — отвечал я. Тогда преподобный сказал, «Если кто украдет даже такой сосуд, то непременно за этот поступок будет наказан Богом, если не в настоящей, то в будущей жизни». «А именно, если украдет богатый, то взыщется с него в этой жизни вчетверо, а если украдет неимущий, то наказан будет за это в жизни будущей». «Я никогда ничего не крал, святой отец», — сказал я на это. «Как ты осмеливаешься говорить, что не крал ничего, если скрыл пояс, найденный тобой в гостинице, и вот теперь ты потерял более чем вчетверо? Но берегись, чтобы не случилось с тобой чего-нибудь худшего». Произнеся эти слова, преподобный стал невидим. Тяжело почувствовал я себя, пробудившись от сна и вспомнив слова преподобного. Поспешно отправился я в путь. Дома, во время сбора урожая, мне пришлось испытать гораздо большее искушение, если бы не слова преподобного, берегись, чтобы не случилось чего-нибудь хуже, то я не выдержал бы этого искушения. Наконец, урожай спалей моих был собран, и я возвратился к преподобному. Придя к нему, я узнал, что прислужница его, Феодора, приняв иноческий чин, мирно отошла ко Господу. Зелезинувшим приеме от Тебе созданного Рукою Божиею прежде, поки живу взращаться, к Тебе ручей. К Тебе ручей, все знавшие ее, были опечалены ее кончиной, так много добра она сделала в своей жизни. Не менее других был огорчен и я. Я скорбел еще и потому, что не знал, какой доли удостоилась она по кончине своей, и причислена ли к лику святых праведников или нет. Мучим мы такими внутренними вопросами, я сначала ничего не говорил святому Василию, но потом, понимая, что преподобный по своей прозорливости уже сам знает мое тайное помышление и желание, я обратился к нему с убедительной просьбой рассказать мне, какой участи удостоилась по кончине своей Феодора, которая так благочестиво провела последние дни своей жизни. Святой Василий, внимательно по обыкновению выслушав мою просьбу, обещал молить милосердного Господа о даровании мне этой милости. Господь услышал молитву преподобного. Когда я уходил домой, преподобный спросил меня еще раз, так ты очень желаешь этого? Я ответил, что очень желал бы, преподобный сказал, ты увидишь ее сегодня, если с верою просишь об этом, если глубоко уверен в возможности исполнения просимого. я был сильно удивлен и думал про себя, как и где я увижу ту, которая отошла в жизнь вечную. Субтитры создавал DimaTorzok В ту же ночь, заснув на своем адре, я увидел некоего юношу, благообразного и очень привлекательного, который, подойдя ко мне, сказал, встань, тебя зовет преподобный отец Василий, чтобы вместе пойти посетить Феодору, если ты хочешь увидеть ее, то иди с ним и увидишь. Я постарался поскорее встать и тот час направился к преподобному. Не найдя его у себя, я спрашивал о нем всех присутствовавших там. Мне ответили, что преподобный Василий ушел посетить Феодору. Больно мне было слышать это, и я с грустью воскликнул. Как же он не подождал меня, чтобы мне исполнить заветное желание утешиться, увидев свою духовную мать? И вот некто из присутствовавших указал мне путь, по которому отправился Святой Василий и по которому я должен был идти. Я отправился вслед за святым. Вдруг на этом пути я очутился как бы в неведомом лабиринте. Узкая дорога, неизвестно, куда ведущая было так неудобно, что с опаской едва можно было идти по ней. Я оказался перед воротами, которые были крепко заперты. Приблизившись к ним, я посмотрел в скважину, надеясь кого-нибудь увидеть во дворе, чтобы спросить о святом, если только он зашел сюда. Действительно, к счастью моему, я увидел там женщину, сидящую и беседующую со своими друзьями. Окликнув ее, я спросил, «Госпожа, чей это двор?» Она ответила, что он принадлежит отцу нашему Василию, который недавно пришел сюда, чтобы посетить своих духовных чад. Услышав это, я очень обрадовался и осмелился просить ее отворить ворота, чтобы и мне войти, так как я тоже чадо святого Василия. Но без разрешения Феодоры служанка не открыла мне двери. Я начал стучать сильнее, прося открыть. Феодора услышала, сама пришла к воротам и, увидев меня, тот час узнала и поспешила открыть, сказав при этом, «Вот он, возлюбленный сын господина моего Василия». Она ввела меня во двор, радуясь моему приходу и, приветствуя меня святым целованием, спросила, «Брат Григорий, кто тебя наставил прийти сюда?» Я ей подробно рассказал, как по молитве святого Василия я достиг счастья видеть ее в славе, которую она приобрела благодаря своей подвижнической жизни. Ради духовной пользы я убедительно просил преподобную рассказать мне все, как она рассталась с телом, как прошла мимо клеветников, как пришла в эту святую обитель, как здесь живет. Феодора ответила мне, «Как я могу, любезное чадо Григорий, рассказать тебе все?» После того, что я в страхе и трепете испытала, я многое извиденного и слышанного забыла, тем более, что видела такие лица, каких в течение всей своей жизни не видела, слышала голоса и речи, каких не приходилось никогда слышать. Одно могу сказать, лютая мне встретилась бы смерть за мои дела неправые, совершенные на земле, если бы не молитвы отца нашего, Василия. Только молитвы его сделали мою смерть легкой. Трудно, конечно, описать болезнь телесную и те мучения и страдания, какие переносит умирающий. Их можно сравнить разве только с тем, если бы кто нагим бросился в пламя и там начал мало-помалу гореть и разрушаться от огня. Вот что представляет собой болезнь смертная. О, как люто разлучение души с телом, особенно же для таких грешников, как я. Когда настал час моей смерти, продолжала Феодора, я вдруг увидела множество злых духов, которые явились ко мне в образе эфиопов и, став у моего одра, вели возмутительные разговоры и зверски поглядывали на меня. Глаза у них были налиты кровью, казались черными, как смола. Всевозможные вещи проделывали злые духи, чтобы устрашить меня и похитить собирались и овладеть мною. И большие книги приносили, в которых записаны были все мои грехи, какие я только совершила со дня своей юности. Просматривали эти книги, как будто ожидая с минуты на минуту прихода какого-то судьи. Видя это все, я волновалась от страха. От такого трепета и ужаса я в конец изнемогла и мучительно оглядывалась по сторонам, надеясь увидеть кого-нибудь и просить, чтобы отогнали этих бесчинных эфиопов. Но, увы, не было никого, кто бы помог мне избавиться от них. Находясь в таком измученном состоянии, я вдруг увидала двух ангелов. В образе светлых юношей, весьма благообразных, облаченных в светлые золотые одежды. Волосы у них были как снег, они приблизились к одру моему и встали по правую сторону. Не было предела моей радости, когда я увидела их. Злые духи при появлении ангелов со страхом немедленно отошли подальше. Тогда один из ангелов с гневом обратился к ним и спросил, «Зачем вы, мрачные враги рода человеческого, смущаете и мучите душу умирающей? Не радуйтесь, здесь вашего ничего нет». Когда ангел проговорил это, бесстыдные духи начали называть все то, что я сделала от юности своей, словом ли, делом ли, или помышлением, все это они перечисляли ангелов и при этом злорадно спрашивали у них. «А что? А что? Разве ничего нет?» «Нет, не анали все это сделала». Многое они прибавляли от себя, желая как можно более оклеветать меня. Вот, наконец, пришла и смерть. Она налила чего-то в чашу, отчего я не знаю, поднесла мне и спить и затем, взяв нож, отсекла мне голову. «Ах, чадо мое, как мне тогда стало горько-горько!» И в эту-то минуту смерть исторгла мою душу, которая быстро отделилась от тела, подобно тому, как птица быстро выпархивает из руки ловца, если тот выпускает ее на волю. Тогда святозарные ангелы приняли меня на свои руки. И вместе с ними я начала восходить на небо. Оглянувшись назад, я увидела свое тело лежащим неподвижно, бездушным и бесчувственным. Так выглядит одежда, когда человек, раздевшись, бросит ее, а потом сверху взглянет на нее. Когда святые ангелы держали меня, то приступили злые духи и сказали, «Нам известны многие ее грехи, отвечайте нам за них». Святые ангелы в ответ на это представили все те добрые дела, какие я когда-либо совершала. Дала бедному хлеба, напоила жаждавшего, посетила больного или заключенного в темнице, в церковь входила с усердием, страннику дала приют в своем доме, налила масло в лампаду, фимиам пожертвовала в храм Божий, примирила враждовавших, пролила слезы на молитве, неприятности переносила с терпением, странником омыла ноги, утвердила в вере людей маловерных, предостерегала кого-либо от греха, скорбела о чужих несчастьях и напастях, пострадала за других, поспешила к кому на доброе дело, совершила много поклонов, постилась, чтобы убить зло и покорить плоть духу, постилась в Четыридесятницу и к Рождеству Христову, к празднику святых апостолов и к успению Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, а также во всякую среду и пяток, старалась не слышать празднословия, клеветы и лжи. Все воедино собрав, они противопоставили моим грехам эти добрые дела и последние искупили первые. Злые духи скрежетали зубами, желая похитить меня и ввергнуть в бездну. Но в это время внезапно явился среди нас преподобный Василий и сказал святым ангелам, «Господа мои, эта душа много мне послужила, покоя мою немощь и старость, я молился о ней Господу, и он даровал мне эту благостыню». При этом он дал им какой-то ковчежец и добавил, «Когда захотите именовать воздушное мытарство, искупайте, беря из этого ковчежца и отдавая лукавым и злым духам». Передав ковчежец, святой отошел. Духи злобы, увидев все это, долго оставались в недоумении и безгласии, а потом вдруг громко воскрикнув завопили, «Горе нам, напрасно мы трудились, выслеживая где и как она грешила!» С этими словами они мгновенно исчезли. Затем снова явился преподобный Василий. Он принес с собой много различных сосудов с ароматами и вручил юношам. Открывая один сосуд за другим, юноши все ароматы возлили на меня и я исполнилась благоухания духовного. Почувствовала, что изменилась и стала очень светлой. Преподобный сказал святым ангелам, «Господа мои, когда все необходимое совершите над ней, то приведя ее в приуготовленную мне от Господа обитель, оставьте ее там». Сказав это, он отошел. «Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй, мя Божий, повелицы милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипачем имя от беззакония моего и от греха моего очисти Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною есть выну, тебе единому согреших и лукавое пред тобою сотворих, якода оправдишися во слове всех твоих, и победиши в негда судите ти. Себо в беззаконии их зачат есть, и в огресе хродимя мати моя, Себо истину возлюбил и си, безвестные тайные премудрости твои я явил миси, о крупиши мя и сопа мя очищуся, о мыиши мя и пачи снегу убелюся, слуху моему даси радости веселия, возрадуются кости смиренные, отврати лице твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего, святаго, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем твоим, и нечестивее к тебе обратятся, Избави мя от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде твоей. Господи, усне мое, отверзившие, уста мое возвестят хвалу твою, яко аще бы восхотел, и си жертвы дал бы хуба, всесожжение неблаговолишием. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением твоим Сиона, и дососи ждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь твой тельцы. Святые ангелы взяли меня от земли, направились вверх на небеса, восходя как бы по воздуху, и вот на пути внезапно встретили мы мытарство первое, которое называется мытарством празнословия и сквернословия. Явились истязатели, и требовали дать ответ за все, что я дурно когда-либо о ком-нибудь говорила. Осуждали меня за дурные песни, которые я пела, за неприличный смех и насмешки. Все это было забыто мною, так как много времени прошло с тех пор, но ангелы защитили меня от истязателей, и мы отправились дальше. Поднимаясь выше к небу, мы достигли мытарства второго, мытарства лжи. Находящиеся там злые духи были очень мерзки, противны и свирепы. Увидев нас, они вышли нам навстречу, начали клеветать на меня, указывая время и место, когда и где я говорила на кого-либо ложь, и называли даже тех лиц, о которых я сказала неправду. Ангелы со своей стороны защищали меня, дали из ковчежца святого Василия, и мы миновали мытарство без беды. Достигли мы и третьего мытарства, мытарства осуждения и клеветы. Здесь находилось множество злых духов. Старший из них подошел и стал говорить о том, когда и какими дурными словами я кого-либо оклеветала в течение всей своей жизни. Правда, в сказанном было много лжи, но тем не менее удивительно, как могли они помнить все действительно бывшее с такой подробностью и точностью, о которой я сама забыла. Все это мучило и терзало меня. Святые ангелы со своей стороны рассказали о моих добрых делах, прибавив при этом из ковчежца данного святым Василием, миновали мы и эту беду. Дальше на пути мы встретили мытарство четвертое, мытарство объедения и пьянства. Слуги этого мытарства стояли, как волки, хищные, готовые проглотить всякого приходящего к ним. Они напустились на меня, как псы, высказывая все то, что я от юности позволила себе в отношении чревоугодия. Вспоминали, когда я ела утром, не помолившись Богу, что я ела скоромные в постные дни, ела до обеда и во время обеда через меру, ела без меры и перед ужином, и во время ужина. Во всем этом они обличали меня, стараясь вырвать из рук ангелов. Наконец один из них спросил меня, не ты ли обещала при святом крещении Господу Богу своему отречься от сатаны и всех дел его, и от всего, что принадлежит сатане? Да, в такой обед. Как ты могла совершить то, что совершила? Они выставили на вид даже количество тех чаш вина, которые я в течение всей своей жизни выпила, и спросили, не столько ли чаш выпила ты в такой-то день? В такой-то день с тобой пил мужчина, а в такой-то женщина. Не была ли ты пьяна, пия без меры? Словом, много эти ненавистные враги рода человеческого клеветали, стараясь похитить меня из рук ангелов. Тогда я призналась, что действительно все это было и все я помню. Ангелы, дав часть из ковчежца святого Василия, искупили мои грехи чревоугодия, и мы отправились дальше. Один из ангелов сказал мне, видишь ли, Феодора, что приходится испытывать в душе умершего, когда он проходит все эти мытарства и встречается со злыми духами, с этими князьями тьмы? Я отвечала, да, я видела и ужасно перепугалась. Знают ли находящиеся на земле люди, что ждет их здесь, и с чем они встретятся после смерти своей? Да, они знают, сказал ангел, но наслаждение и прелести жизни так сильно действуют на них, так поглощают их внимание, что они невольно забывают о том, что их ждет за гробом. Хорошо тем, которые помнят священное писание и творят милостыню, или делают какие-либо другие благодеяния, которые впоследствии могут искупить их от вечных мук ада. Тех же людей, которые живут беспечно, будто бессмертные, думая только о гордости и благах чрева, если внезапно застигнет смерть, то окончательно погубят, так как у них не будет в защиту никаких добрых дел. Души таких людей, князья этих мытарств, сильно измучив, отведут в темные места ада и будут держать их до пришествия Христова. Так и ты, Феодора, пострадала бы, если бы не получила от угодника Божия Василия дарований, которые тебя спасли здесь от всего дурного. В такой беседе мы достигли пятого мытарства, мытарства лености, где грешники истязуются за все дни и часы, проведенные в праздности. Тут же задерживаются тунеядцы, жившие чужими трудами, сами же не хотевшие трудиться, и наемники, бравшие плату, но не исполнявшие своих обязанностей. Там же истязуются те, которые не заботятся о прославлении Бога, ленятся в праздничные и воскресные дни ходить в храм, на утреннее богослужение, на божественную литургию и другие священные службы. Там же испытывается вообще уныние и небрежение как мирских, так и духовных людей, и разбирается нерадение каждого о своей душе, и многие оттуда не сводятся в пропасть. И я прошла там много испытаний, и не удалось бы мне освободиться от долгов, если бы святые ангелы не восполнили мои недостатки дарами преподобного Василия. Пришли к мытарству шестому. Воровства. Здесь мы тоже немного дали злым духам и прошли свободно. Мытарство седьмое, сребролюбие и скупости, прошли мы без задержания, потому что я, по милости Божией, никогда в жизни своей не заботилась о многом приобретении и не была сребролюбива. Довольствовалась тем, что давал Бог, и не была скупой, но усердно раздавала нуждающимся, что имела. Вошли мы в мытарство восьмое. Мытарство лихаимства. Предстатели этого мытарства, истязующие грехи взяточничества и лести, ничего не имели против меня, и поэтому от злости заскрежетали зубами, когда мы уходили от них. Вот мытарство девятое. Мытарство неправды и тщеславия. В том и другом я была невиновна, и скоро мы отправились оттуда. Достигли мы и десятого мытарства, мытарства зависти. Благодатью Христовой здесь злые духи против меня ничего не имели, ни в их памяти, ни в книгах, ничего в осуждении мне у них не нашлось, и мы с радостью направились дальше. Мытарство одиннадцатое, где испытываются грехи гордости, мы прошли совершенно свободно, так как я оказалась невиновной в этом грехе. Восходя дальше, к небу, мы встретили мытарство двенадцатое, мытарство гнева. Счастлив человек, который в жизни не испытывал гнева. Старший из злых духов находился здесь и сидел на престоле, исполненный гнева, ярости и гордости. Он приказал находящимся тут своим слугам мучить и истязать меня. Они, облизываясь как псы, начали доносить на меня, припоминая не только то, что я действительно когда-либо с яростью или гневом сказала кому-то, но и то, что я когда-то с гневом взглянула на своих детей или излишне строго наказала их. Все это они представили очень живо, указав даже время, когда что происходило и тех лиц, на которых я изливала свой гнев, повторив даже подлинные мои слова и называя людей, при которых это было мною произнесено. На все это ангелы ответили, подав из ковчежца, и мы поднялись выше. И встретилось нам мытарство тринадцатое. Злопамятство. Как разбойники подскочили к нам злые духи и, испытывая меня, хотели что-либо найти, записанное у них в хартиях, но так как по молитве святого Василия они ничего не нашли, то горько зарыдали. Я во многом была грешна, но любовь питала ко всем, и к великим, и к малым, никого не оскорбляла, никогда не помнила зла, никогда не мстила другим за зло. Мы без остановки прошли дальше. Я осмелилась спросить одного из ангелов, сопровождавших меня. «Умоляю тебя, скажи мне, откуда знают эти злые духи, которые нам встретились на мытарствах? Кто что в жизни сделал дурное?» Ангел отвечал. «Всякий христианин при святом крещении приемлет ангела-хранителя, который невидимо оберегает его от всего дурного, оставляет на все доброе и записывает все добрые дела, совершенные этим человеком. С другой стороны, злой дух в течение всей жизни следит за злыми делами людей и записывает их в своей книге. Он записывает все грехи, в которых, как ты видела, испытываются люди, проходящие мытарство и направляющиеся на небо. Грехи эти могут возбранить душе вход в рай и привести прямо в бездну, где живут самые злые духи, и там эти души будут жить до второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, если не имеют за собой благих дел, которые могли бы вырвать их из рук дьявола. Люди, верующие в Святую Троицу, приобщающиеся как можно чаще святых тайн тела и крови Христа Спасителя, восходят на небо без всяких препятствий, и святые ангелы являются защитниками, и святые угодники Божии молятся о спасении душ праведно поживших людей. О злочестивых же и зловерных еретиках, которые не совершают в жизни своей ничего полезного, которые живут одним неверием и ересью, никто не заботится, и в их защиту ангелы ничего не могут сказать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok И есть и такие, которые стыдятся все высказать одному духовному отцу, а избирают нескольких, и некоторые грехи открывают одному духовнику, другие другому и так далее. За такую исповедь они будут наказаны и немало претерпят при переходе из мытарства в мытарство. Мы шли и беседовали, и незаметно перед нами показалось мытарство шестнадцатое. Мытарство Блуда. Его истязатели вскочили и, глядя на нас, поразились тому, что мы достигли беспрепятственно этого мытарства и несколько времени стояли, как будто в забытии. Потом долго меня истязали здесь за то, что я в жизни сделала. При этом говорили не только правду, но много дали ложных показаний, приводя для достоверности вымышленные имена и места. Вот мытарство семнадцатое. Перелюбодеяние. Слуги этого мытарства быстро подскочили ко мне и начали излагать мои грехи, как я, прежде, когда еще не служила у отца нашего Василия, имея супруга, которого дала мне моя госпожа, согрешала с другими. И здесь очень много на меня клеветали. Святые ангелы и здесь защитили меня, и мы пошли дальше. Явились мы затем на восемнадцатое мытарство, мытарство Содомское, где истязуются все противоестественные блудные грехи и кровосмешения, и вообще все сквернейшие, тайно совершаемые дела, о них же, по слову апостола, срамно есть и глаголати. Я не была виновна в грехах этого мытарства, и мы скоро его миновали. Когда мы поднимались выше, святые ангелы сказали мне. Ты видела страшное и отвратительное блудное мытарство. Знай, что редкая душа минует их свободно. Весь мир погружен во зло соблазнов и скверны. Почти все люди сластолюбивы. Помышление сердца человеческого – зло от юности его. Мало умертвляющих плотские похоти, и мало таких, которые бы свободно прошли мимо этих мытарств. Большая часть, дойдя до этих мытарств, погибает. Власти блудных мытарств хвалятся, что они одни более всех прочих мытарств наполняют огненное родство в аду. Благодари Бога, Феодора, что ты миновал этих блудных истязателей молитвами отца своего, преподобного Василия. Уже более не увидишь страха. После этого мы пришли на девятнадцатое мытарство, идолослужение и всякой ереси. Здесь меня ни в чем не испытывали, и мы скоро миновали его. Затем нам встретилось мытарство двадцатое, которое называется мытарством немилосердия и жестокосердия. Тут останавливаются все немилостивые, жестокие, суровые и ненавидящие. Когда кто-либо не следует заповеди Божией и бывает немилосерд, то душа такого человека, придя на это мытарство, будет подвергнута разным истязаниям и брошена в ад, и там затворят ее до общего воскресения. Такую душу Бог не милует, так как она ни убогому не подала куска, ни нищего не пристроила, ни болящего не посетила, не помиловала слабого и обиженного, если не делом, то хотя бы утешительным словом, и в его горе не поскорбела вместе с ним, но наоборот, такая душа совершала все противоположное. Когда мы пришли сюда, князь этого мытарства показался мне весьма и весьма жестоким, суровым и даже унылым, как будто от продолжительной болезни. Он плакал и рыдал. Казалось, что он дышит огнем немилосердия. Слуги его подлетели ко мне, как пчелы, и начали меня испытывать, но не найдя ничего, отошли. Мы же, веселые и радостные, отправились дальше. Дальше. И вот, приблизились мы к вратам небесным. Вошли в них, радуясь, что благополучно миновали горькие испытания на мытарствах. Врата эти были, как хрусталь, а здания, которые здесь находились, блистали, как звезды. Стоявшие тут юноши в золотых одеждах с радостью приняли нас, увидев, что душа моя избежала горьких испытаний воздушных мытарств. Когда мы шли внутри неба, веселясь и радуясь о спасении, вода, бывшая над землей, расступилась, а позади снова соединилась. Пришли мы на одно страшное место, где были очень красивые юноши в огненных одеждах. Увидев, что ангелы несут меня, они вышли навстречу, радуясь тому, что моя душа спасена для Царствия Божия, и шли вместе с нами и пели божественную песню. Когда мы шли, облако спустилось на нас, затем другое. Пройдя еще немного, мы увидели высоту, неизъяснимую. На ней был престол Божий, ослепительно белый, озаряющий всех предстоящих ему. Вокруг него стояли блистательно красивые юноши, одетые в красные одежды. Что тебе, чадо мое, Григорий, еще рассказать об этом? Все там такое, что невозможно ни понять, ни объяснить. Ум омрачается недоумением, и память исчезает, и я забыла, где нахожусь. Сопровождавшие святые ангелы подвели меня к престолу Божию, и я поклонилась тут невидимому Богу. Затем я услышала голос. Пройдите с ней, и покажите души праведных и грешных, и все обители святых, находящиеся в раю, и жилища грешников в преисподних адах. Потом дайте ей покой, где укажет угодник мой Василий. Мы отправились по неведомому пути и пришли в обители святых. Что сказать о них? Я в недоумении. Там были разные палаты, искусно и красиво устроенные. Конечно, они сотворены рукой Божией, как сказано в Писании. На месте хладни, на месте злачни, на месте покойни. Видя все это, я изумлялась и была исполнена веселье, и с радостью на все смотрела. Святой ангел пояснил. Это обитель апостолов. Там пророческая и иных мучеников. А вот другие обители, святительские, преподобных и праведников. Все они вместе по площади примерно равнялись Царьграду. Когда мы вошли внутрь и очутились посреди этих прекрасных обителей, то святые встретили нас и облабызали лапзанием духовным, радуясь о моем спасении. Затем привели меня в жилище Патриарха Авраама. Все здесь было полно славы, радости духовной, благовонных цветов, мироблагоухания и аромата. Были здесь различные палаты, устроенные только Духом Божиим. Там мы увидели множество младенцев, ликующих и веселящихся. Я спросила сопровождавших меня ангелов, а что это за собор цветоносных младенцев, ликующих вокруг святого старца. Ангелы мне ответили, что это Патриарх Авраам с христианскими младенцами. Затем мы отправились осматривать окрестности рая, красоту которых просто невозможно описать. Если я начну все рассказывать о том, что я видела и слышала, то на меня нападет страх и трепет. Затем меня повели в преисподнюю, где Господь заключил сатану, связав его. Там я видела ужасные муки. Оттуда меня повели на запад. И там я видела такие же страшные муки, уготованные для грешников. Все это показывали мне ангелы, говоря, «Видишь, от каких бедствий ты спасена благодаря молитвам святого угодника». В страшных муках грешники кричали и молили о помиловании их. Я видела многие мучения, которых тяжело и рассказывать. Когда мы прошли все это и рассмотрели, один из англов, сопровождавших меня, сказал, «Ты ведь знаешь, Феодора, что в мире есть обычай. В сороковой день после смерти, оставшиеся в живых, творят память по умершим. Сегодня как раз там, на земле, поминает тебя преподобный Василий». Господу помолимся, Господи помилуй. Господь Иисус Христос, Бог наш, и же божественные заповеди, сятым своим учеником и апостолам, дабы его ежевизати решите падши грехи, и от он их паким и приемши вины тожде творите. Да простите тебе чадо духовное, ащи, что соделывайся в нынешнем веце, вольное или невольное, ныне и присно, и во веки веков. Итак, теперь, духовное чадо мое, Григорий, после сорока дней разлучения моей души с телом, я нахожусь в этом месте, которое уготовано для преподобного отца нашего Василия. Ты еще в мире, преподобный Василий тоже. Он оставляет приходящих к нему на путь истины и, заставляя покаяться, многих приобщает ко Господу. Иди за мной, мы войдем во внутренний мой покой, в котором я нахожусь, и рассмотришь его. Здесь незадолго перед твоим приходом был и преподобный Василий. Я последовал за ней, и мы вместе вошли туда. Дорогой я увидел, что ризы ее белы, как снег. Мы вошли во дворец, украшенный золотом. Посреди него были различные деревья с прекрасными плодами. И, глянув на восток, я увидел роскошные палаты, светлые и высокие. Здесь помещался большой трапезный стол, уставленный золотыми блюдами, весьма дорогими и вызывающими удивление. Они были наполнены разными плодами, источавшими прекрасное благоухание. Здесь пребывал и преподобный Василий. Он сидел на чудном престоле. Здесь же, возле трапезы, находились люди, но не такие, какие живут на земле и имеют тело. Нет, имея человеческий образ, те были окружены как будто солнечными лучами. Когда ели от трапезы этой, то она снова наполнялась. Прекрасные юноши подавали кушанье. Если кто-либо из возлежащих за трапезой желал пить, то, вливая питье в уста свои, испытывал сладость духовную. Долгие часы они проводили за трапезой. Служившие же им юноши были припоясаны золотыми ремнями, а на их головах были венцы из дорогих каменьев. Феодора, подойдя к преподобному, молила его обо мне. Преподобный, увидев меня, с радостью подозвал к себе. Я приблизился, поклонился ему по обычаю до земли. Он тихо сказал мне. Бог помилует тебя и простит чадо мое. Он всемилостивый, наградит тебя всеми небесными благами. Подняв меня от земли, он продолжал. Вот, Феодора, ты так сильно желал видеть ее, и так сильно просил меня об этом. Теперь ты видишь, где она, и какой участи сподобилась ее душа в загробной жизни. Смотри же теперь на нее. Феодора, с радостью взглянув на меня, сказала. Брат Григорий, милостивый Господь наш за то, что ты думал обо мне смиренно, исполнил твое желание, благодаря молитве преподобного отца нашего, Василия. Преподобный, обратившись к Феодоре, сказал. Иди с ним и покажи ему мой сад. Пусть увидит красоту его. Взяв за правую руку, Феодора повела меня к стене, где были золотые ворота, и, открыв их, вела меня в сад. Я увидел там замечательно красивые деревья с золотыми листьями. Они были украшены цветами и источали необыкновенно приятное благоухание. Таких прекрасных деревьев было бесчисленное множество. Их ветви клонились к земле под тяжестью плодов. Я был поражен увиденным. Феодора, обратившись ко мне, спросила. Чему ты удивляешься? Вот если бы ты видел сад, называемый раем, который насадил сам Господь на востоке, как бы тогда ты удивился? Наверное, ты был бы совершенно изумлен его красотой и величием. Этот же сад против рая ничто. Я умолял Феодору сказать мне, кто насадил этот сад. Подобного я никогда не видел. Она отвечала, что я и не мог видеть ничего подобного, так как я нахожусь еще на земле, а здесь все неземное. И жизнь они здесь проводят. Неземную. Только жизнь, полная трудов и пота, которую проводил преподобный отец наш Василий от юности до глубокой старости, только усиленные молитвы и лишения, какие он переносил спя на голой земле, претерпевая часто зной и мороз, питаясь подчас одной травой, особенно до прихода в Константинополь, только такая подвижническая жизнь послужила во спасение ему самому и через него многим людям. Только за такую жизнь и за молитвы подобных подвижников Бог дает загробной жизни эти обители. Кто в земной жизни своей много переносит скорбей и напастей, кто блюдет строго заповеди Господни и в точности выполняет их, тот получает награду и утешение в жизни загробной. Святой псалмопевец Давид сказал, «Плоды дел своих снедят». Пока Феодора говорила об отличиях жизни на небе от жизни на земле, я невольно осязал себя, желая понять, воплотили ли я еще. И, конечно, убедился в этом. Чувства и помыслы мои были чисты, и дух мой радовался всему виденному мною. Я захотел возвратиться во дворец теми же вратами, через которые вышел. Войдя туда, за трапезой я никого не нашел. Поклонившись Феодоре, я вернулся домой. В это самое время я проснулся и размышлял, а где я был? Что было все это, что я видел и слышал? Встав с садра своего, я отправился к святому Василию, чтобы от него узнать, было ли это видение от Бога или же от бесов. Придя к нему, я по обычаю поклонился до земли. Он благословил меня, приказал сесть вблизи себя и спросил, «Знаешь ли, чадо, где ты был в эту ночь?» Представившись незнающим, я отвечал, «Нигде отче не был, спал на своем одре». Преподобный сказал, «Верно, ты действительно телом почивал на своем одре, но духом ты был в другом месте и знаешь все, что показано тебе в эту ночь. Ты видел Феодору. Когда ты подходил к вратам небесного царства, она тебя встретила с радостью, вела внутрь дома, показала тебе все, рассказала о своей смерти, о всех мытарствах, которые прошла. Не по моему ли велению ты пошел во двор, где видел чудную трапезу и дивное устройство ее? Не ты ли видел там плоды, какова их сладость, каковы цветы, каково питье? Какие юноши служили у трапезы? Не стоял ли ты, любуясь красотой этих палат? Когда я пришел, не показал ли я тебе Феодору, которую ты так желал видеть, чтобы от нее узнать, чего она удостоилась за свою благочестивую жизнь? Не взяла ли она тебя по повелению моему? И не ввела ли во Святой Град? Не это ли было в видении твоем в эту ночь? Ну как же ты говоришь, что ничего этого не видел? Когда я услышал это от святого, то уже нисколько не сомневался, что это было не мечтание, что это был не сон, но действительное видение, посланное Господом Богом. Я размышлял про себя так. Как же велик у Бога этот праведник, который был там и телом, и душой, и все виденное, и слышанное мною, он знает. Я прослезился и сказал. Правда, Святой Отче, все было так, как ты рассказывал, и я благодарю человеколюбца Владыку, Господа нашего Иисуса Христа, сподобившего меня видеть все это, и наставившего меня перебегнуть к тебе, чтобы постоянно находиться под охраной твоих молитв и насладиться видением таких великих чудес. Святой сказал мне. Если, чадо Григорий, ты совершишь свой жизненный путь правильно, не уклоняясь от божественных заповедей, то злые духи, живущие на воздушных мытарствах, ничего не успеют сделать тебе после смерти, как ты сам слышал от Феодоры. Пройдя мытарство, ты будешь блажен и будешь принят с радостью там, где пребывал недавно духом и видел Феодору, и где я многогрешный. Надеясь на Христа, обещавшего мне даровать свою благодать, думаю получить виденную тобой обитель. Слушай, чадо, что я говорю тебе, но сохрани тайну отца твоего, так как я хочу раньше тебя умереть, а затем уже ты последуешь за мной спустя долгое время, воспитав себя в добром деле, как сказал мне Господь. Соблюдай все сказанное мною, пока я жив, чтобы никто не узнал ничего из слышанного тобой. Если же ты захочешь потрудиться, чтобы моя скромная жизнь не была предана забвению, то опиши ее, как принято описывать жизнь подвязавшихся в добродетелях. Опиши, собственно, не мою жизнь, но ту Божию благодать, которая была дана мне милосердным Господом, которая меня наставляла и укрепляла в течение всей моей жизни, которая давала мне возможность творить не только добрые дела, но и чудеса. Ты воспроизведи все виденное тобой и слышанное, чтобы и читающим, и слушающим это послужило на пользу. Прежде же всего передай в своем Писании, что Господь, если захочет, всем содействует и совершает великие чудеса. И об этих-то чудесах тобой увиденных расскажи все по порядку, чтобы узнавшие прославили Бога, щедрого в благих делах. Береги себя от сетей лукавого во всякое время дня и ночи, пока не призовет тебя Господь. Преподобный, сказав мне об этом и еще многом другом, совершил молитву и отпустил меня. Он имел обычай часто бывать у своих духовных чад ради их духовной пользы, ведь он был бесподобный врач. Молитвами он исцелял как телесные, так и душевные болезни. Он был и прозорлив, духом провидел, кто из людей думает тайно сделать кому-либо злое, и предупреждал об этом. Преподобный Василий был пособником всем тем, кого постигали беды и несчастья. Он постоянно заботился о нищих и сиротах. Всем, приходящим к нему с твердой верой в Господа, он давал благие советы и наставления. Он утешал скорбящих и все это делал от чистого, искреннего и любящего сердца. Живы и в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица, речи от Господи, Ви заступник мой, и си прибежащий мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко то избавят тебя от сети ловчей и от славесей мятежно, плечма свои мауси нет, тяй под крыльей гонадеяшися. Оружием обыдет тя истинно Его, не убоившись от страха ночного, от стрелы летящего дни. От вещи во тьме приходящие, от срящей бесополуден ногу, падет от страны Твоей я тысяща, и тьма удесную Тебе, к Тебе же не приближится. Обача очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узреши, Яко Ты, Господи, упование мое, вышнего положилось, и прибежище Твое, не приидет к Тебе зло, и рано не приближится эти лиси Твоему, Яко ангелам своим заповесть, о Тебе сохраните Тя во всех путях Твоих, на руках возмут Тя, да никогда преткнешься, о камень ногу Твою, на аспи, дай, Василиска, наступиши и попереши льва и змия, Яко на мя упова и избавлю и, покрыю и, яко позна имя мое, Воззовет ко мне и услышу Его, с Ним есть в скорби и зму Его, и прославлю Его, долго то и дни исполню Его, и явлю Ему спасение мое. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Первое чудо преподобного Василия Однажды, когда я по своему обыкновению зашел к преподобному Василию, он быстро, как будто кем-то подталкиваемый, встал с места, взял свой посох и, захватив меня с собой, направился к одному дому, находящемуся в части города, называемой Софийской. В этом доме жил некий купец, имевший много лавок. Он был очень богат, бездетен и слеп как телесными, так и духовными очами. Духовными от своего большого богатства, а телесными от тяжкой неизлечимой болезни. Он имел много слуг, и дом его был полон всяким богатством. Один из слуг его по имени Феодор, человек целомудренный и добродетельный, был духовным сыном преподобного Василия. Он пользовался большим расположением хозяина, который часто заходил к нему советоваться и беседовать по разным занимавшим его вопросам, как из мира духовного, так и из мира вещественного, а также по своим домашним делам. Эта дружба возбудила зависть во многих близких к ним людям. И вот один из них, побуждаемый и наставляемый бесом, отправился к волхву. Тот научил его вбить в одном тайном и темном месте железные гвозди, чтобы причинить этим болезнь Феодору. И действительно, Феодор от этого заболел, тяжкой и мучительной болезнью, и уже близок был к смерти. И вот, прозрев это, чтобы исцелить Феодора, измученного болезнью, преподобный, взяв свечу, отправился в помещение, запертое на замок, где были вбиты причинившие болезнь гвозди. Отперев двери ключом, он проник туда и вынул один за другим все вбитые гвозди. В тот час болезнь Феодора прекратилась, он выздоровел и стал служить нам. Увидев это, купец и все бывшие при этом в доме его удивились внезапному непонятному выздоровлению Феодора. А услышав о святом, так чудесно исцелившем Феодора, прославили имя Божие и с того времени стали почитать преподобного Василия как святого. Многие стали обращаться к нему и всегда получали духовную помощь. Второе чудо преподобного Василия Некий купец, также очень богатый, владелец многих лавок, имел слугу, одержимого водяной болезнью. Слуга был болен уже давно и на его выздоровление не было никакой надежды, так что его ожидала близкая смерть. Тогда купец отправился к святому Василию и стал просить его посетить больного, уже приближавшегося к смерти. Преподобный Василий, не желая быть от него прославленным, вначале отказывался. Но потом, тронутый его настойчивыми просьбами, согласился и пошел за ним. Он застал больного уже при последних минутах жизни. Святой, возложив свою руку на больного, вознес горячую молитву Богу. И больной тотчас же выздоровел. Все, видевшие это, прославили Бога, пославшего через своего раба такое чудесное исцеление. Третье чудо преподобного Василия Однажды преподобный Василий был в доме Гангилия, имевшего двух сыновей, которые были знатны и добродетельны, как и их отец, любивший святого и часто назидавшийся его поучительными беседами. В это время пришел к Гангилию один князь из Пафлагонской страны, одержимый бесом. Гангилия не знала страшной болезни этого князя, но преподобный, духовно провидя это, сказал, «Вот идет к нам князь, одержимый дьяволом». Когда же князь вошел, то бес не мог вынести присутствие святого и громко закричал, «Зачем нам враждовать, старче Божий? Зачем ты паришь и мучишь меня? Я знаю, кто ты. Оставь меня, и я возвещу людям о твоих добродетелях. Если ты повелишь мне уйти отсюда, то я выйду и никогда не возвращусь сюда. Неужели тебе недостаточно того зла, который принес мне на моем пути, что даже и отсюда ты изгоняешь?» Тогда святой ударил одержимого по щеке, и из его уст обильно потекла кровь. Все присутствовавшие пришли в ужас и с гневом закричали святому, «Это же не исцеление, а убийство!» Когда вытекло много крови, святой сказал одержимому бесам, «Кровь ли точишь?» «Во имя Иисуса Христа!» «Стань!» Тотчас же кровотечение прекратилось, и больной выздоровел. После этого он пал к ногам святого, возблагодарив Бога и его угодника, а затем, радуясь своему чудесному исцелению, возвратился в свой дом. Четвертое чудо преподобного Василия Однажды пришли к святому Василию несколько человек, неся на руках женщину, которая испытывала ужасное страдание и была совсем близка к смерти. У этой женщины застряла в горле кость, отчего она уже три дня страшно мучилась. Увидев ее страдания, святой жалился над ней, вздохнув, сказал, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных!» Тотчас же кость вышла из горла больной, и та выздоровела. Все, видевшие это, прославили Бога и, уходя, удивлялись такому чудесному исцелению. Много и других знамений и чудес совершил преподобный Василий через дар Духа Святого, так как с самых ранних лет был наделен он от Бога чудодейственной благодатью. Если кто задумает описать все до единого чудеса его, то уподобится человеку, который взялся бы измерить море чашей или сосчитать звезды небесные, или же песок земной. Святый угодничий Божий, Василий Новый, моли Бога о нас!